Строительные недочеты порой можно найти не только в домах для детей-сирот. В Иркутске у правоохранительных и надзорных органов возникли вопросы к муниципальному крытому катку, который недавно возвели в паде долгой. Доследственная проверка началась после сообщения общественников. Напомним, сам каток начали возводить в 2019 году. Изначально ввести его в эксплуатацию должны были еще в конце 2021 года. Однако из-за проблем со строематериалами и ценами на них срок работ сдвинулся. В итоге каток открыли этой зимой. Однако недавно общественники города заявили, что новый спортивный объект находится не в лучшем состоянии. Во-первых, на территории остался строительный мусор, который может стать угрозой для горожан. А во-вторых, на прилегающей территории имеются дефекты и нарушения. После этого заявления началась доследственная проверка. Специалисты уже изучают документацию и опрашивают должностных лиц. К делу также подключилась прокуратура. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований градостроительного и бюджетного законодательства при строительстве объекта. Полноте фактически выполненных и оплаченных работ их соответствия проектно-смертной документации. По итогам надзорных мероприятий, наличие оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренной частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Тем временем ситуацию уже прокомментировала городская администрация. Там объяснили, что строительный мусор накопился из-за того, что каток достраивали в зимний период. Подрядчик уже приступил к уборке территории. Вывести мусор он должен до 27 апреля, ведь в этот день на катке стартует межрегиональный детский турнир по хоккею с шайбой. На ликвидацию остальных недочетов застройщику дадут чуть больше времени. Он должен устранить их в мае по гарантии.